Мы находимся непосредственно в отделе адресных проектов, которые относятся к управлению развития бизнеса. Здесь работает основная команда, которая занимается как работой с новыми заказчиками, так и ведением тех проектов, которые уже некоторое время у нас в работе. В этом кабинете находится около 13 человек. Но это не вся команда, которая занимается вообще адресными проектами. Часть у нас находится не в Минском офисе, потому что мы работаем и с другими странами. Мы настраиваем сейчас работу таким образом, чтобы было хорошее взаимодействие и учитывая все ситуации в мире, и во всем, чтобы все можно было делать отсюда. Но на местах у нас тоже были определенные возможности. А как кризис, связанный с COVID-19, отразился на работе вашего отдела? Знаете, был такой момент, когда как будто бы мы летели, летели, а потом зависли в воздухе. Вот такая гравитация отсутствующая. То есть что происходит? Ничего не происходит. Весь мир ушел на карантин, никто не работает в офисе, никто не контактирует. Такое чувство, что даже звонить боятся. Было непонятно, на самом деле, что делать. Мы использовали его для того, чтобы пересмотреть свои какие-то процессы внутренние, те материалы, с которыми мы работаем. Потому что, ну, хоть и страшно, хоть и карантин, но было совершенно понятно, что он закончится когда-то, что это временные меры. С одной стороны, конечно, не весело, но с другой возможен пересмотр того, как мы живем. Потому что вот из года в год мы двигаемся одними и теми же шаблонами, иногда уже сами перестаем понимать, на самом деле, для чего мы это делаем. Например, даже вот то, что связано с нашим транспортом, то, что мы делаем маленькие-маленькие модули, маленькие подвижные составы. Если раньше очень часто нам задавали вопрос, ну, почему такие маленькие, да, вот же метро, поезда, железная дорога, поезда, все поезда, то сейчас, наоборот, спрос, ну, вот эти вот маленькие, можно сказать, индивидуальные транспортные средства, он резко возрос. Люди вдруг осознали, что действительно так безопаснее, так удобнее, так комфортнее. Я очень просто все объясню. Население планеты сейчас более 7 миллиардов. Эта цифра увеличивается, людей становится больше. Урбанизация сейчас уже более 50%. И опять-таки этот процесс нарастает, людей в городах становится больше. Все проблемы, связанные с тем, что в городах больше людей, это загрязнение, это время путешествия от пункта А до пункта Б, это увеличивающаяся психологическая нагрузка, стрессовое состояние людей, это тот же риск заражения и инфекции, с которыми мы сейчас столкнулись. Все это увеличивает спрос на новый разумный транспорт. То есть если очень простую диаграмму создать и посмотреть, в любом месте мира мы будем, кстати, в любом месте мира мы будем в тему. Проекты у нас не только в Арабских Эмиратах, по всему миру, в принципе, интересуются технологии. В последнее время я очень удивилась, но появились запросы из Беларуси. Все, что делается в Эмиратах, оно взаимосвязано. Есть несколько больших направлений. Одно — это создание инновационного центра. Параллельно — это сертификация, процесс которой уже запущен. И третье большое направление — это проекты. Все между собой идет параллельно в работе, но связано. Потому что то, что мы строим и сертифицируем, мы это делаем не просто так, мы это делаем с пониманием того, на какие проекты мы хотим выйти. Я вижу некоторые плюсы в том, что происходит. И ситуация такова, что при пандемии, когда закрываются, допустим, границы, когда люди садятся домой на карантин, все равно существует передвижение грузов. Раньше это перевозили, например, грузовым транспортом, машины, которыми управлял человек. Пандемия, все сидят дома. Твоя транспортная система, весь твой бизнес, все зависит от людей, которые заболели и не могут прийти на работу. Поэтому тоже такой пересмотр в сторону, наверное, всего, что не связано с людьми. В сторону автоматизации, возможности разделить людей между собой. В принципе, все то, чем мы занимаемся уже несколько лет, то, что мы реализовываем без присутствия человека. То есть это очень большая защита бизнеса, транспорта от таких вот рисков, связанных с человеческим фактором. Большая сложность, на самом деле, того, что нет реального адресного проекта, хотя большую помощь такую оказала то, что у нас есть технопарки. То есть, по крайней мере, я здесь около 4 лет работаю, мне приходится уже доказывать, что оно поедет, или не свалится, или не улетит, или еще что-то. Всегда можно показать технопарк вживую. То есть есть все равно категория заказчиков, которые ждут, пока мы сделаем какой-то первый проект. Возможно, пандемия ускорила процесс их созревания морально, к тому, что, может быть, не нужно ждать. Может быть, пока мы ждем, мы уже что-то упустим. Сейчас как-то изменился характер вопросов, изменился подход. Ты уже больше чувствуешь, что именно хотят построить. У нас глобально есть идея создания сети Transnet. Чтобы все это грамотно функционировало, чтобы все это связать воедино, наши разработчики пользуются системами блокчейн. Это в том числе нас защищает, делает процессы прозрачными и дает довольно большое количество функций, того, что мы хотим сделать. То есть тот функционал, который лежит в нашей транспортной системе, служит для обеспечения вообще деятельности транспорта, того, как он движется, того, как все происходит на станциях и так далее. Это одна функция. Вторая функция, скажем так, платежная. Билеты, оплаты различных услуг, все, что можно отнести к этой категории. И третья функция – это функция мгновенной оплаты и перераспределения ресурсов внутри сети. Для того, чтобы все эти функции реализовать, должно быть платежное средство внутри. Сейчас мы уже выпустили utility token SWG, но он существует с ограниченным функционалом. Он бы мог служить средством оплаты услуг, в том числе в будущих транспортных системах. Это в будущем. А сейчас он еще не реализован в том виде, в котором он должен быть. Тут очень много на самом деле причин. И, опять-таки, без пандемии здесь не обошлось. И юридически все меняется. Непростая эта задача. Но в любом случае мы поставили себе большую цель создания сети Transnet. Для того, чтобы она функционировала так, как мы задумывали, так, как мы ее создаем, нам нужна будет криптовалюта. То есть работа в этом поле, она все равно ведется упорно. Скажем так, риски, они существуют в любом проекте. Абсолютно. Вы видите, что сейчас происходит в мире. Этого никто не мог спланировать. Сказать, что стопроцентная вероятность и ничего абсолютно с нами не может случиться, конечно, нельзя. Но постепенно риски снижаются. С тем, как развивается проект, например, взять технологические риски, когда не стояло ни одной опоры на технопарке в Мариной Горке, не такое большое количество людей вообще могли поверить в то, что можно что-то построить. Сейчас уже все функционирует. Мы тестируем и мы проходим сертификацию. Один из рисков, он заметно снижается. Следующая группа рисков, она связана скорее с командой, с принятием решений, с возможностью ошибок технических, экономических, при проведении маркетинговых исследований, чего угодно. Компания работает уже несколько лет. Уже такая команда во всех отраслях сформирована. Она работает, она уже не раз доказала, что умеет делать и достигать результата, и результат такой, какой нужен. Поэтому тут тоже больших поводов нам не доверять. Кажется, мы не давали еще. Просто технология, она постоянно находится в каком-то процессе совершенствования. Что-то появляются новые идеи, появляются новые материалы, появляются методы работы с этими новыми материалами. Что-то становится легче, что-то становится дешевле. Зафиксировать технологию в каком-то одном состоянии и все, и дальше ее не развивать, это значит очень сильно ее начать обесценивать. Технология развивается с какими-то определенными целями. Она не развивается сама по себе просто. Она развивается для решения каких-то задач или проблем. Эти проблемы помогают понять как раз-таки наши проекты. То есть есть проекты, есть запрос на определенное технологическое решение. Иногда нам приходится что-то новое придумывать именно под конкретно этот проект. Есть требования климатические, есть требования пользовательские, скажем, особенности в разных регионах. Все эти требования от проектов, они позволяют и совершенствовать саму технологию. Плюс в перспективе каждый новый проект, он увеличивает стоимость компании. И, по сути, стоимость и самой технологии, подтверждая ее. Это все складывается вместе. Поэтому проекты, технология — это такой симбиоз, который будет только увеличивать ценность вообще того, того, что мы делаем. И проектов, и технологий взаимно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова